Друзья мои, ведь каждый человек планирует свою жизнь. Вот если рассматривать ребёнка, то уже где-то 8-10 лет ребёнок начинает задумываться о том, как дальше он будет жить. И вот человек планирует свою жизнь в меру своего понимания, опыта и, важно, возможностей. А для этого нам необходимо определить место в социуме. Вот одна из основных задач старушка эволюции нам дала – это найти своё место в иерархии этой стаи. Но что влияет на то, чтобы найти своё место в социуме? Ну, стартовые условия, конечно, помогают. Но они не гарантируют достойное место в жизни. Даже если у вас хороший генетический код, если вы родились в той семье, где материальные возможности довольно-таки широкие. Это влияет. Во-первых, там образование, даже кормёжка и генетические задатки. Но ещё важнее влияет, как развивался этот ребёнок. Потому что те генетические задатки могли и не реализоваться. Чему учили? Какие убеждения вложили? Никола Паганини, если бы отец не был скрипачом и не долбил его, заставляя играть на скрипке, не был бы таким великим скрипачом, родившись он в семье пастуха, ну, наверное, хорошо бы играл на желейке, потому что у него хороший музыкальный слух. И вот эти факты, они вот такие фактальные, практически неизменяемые в дальнейшем. Это генетические особенности, стартовые условия, возможное обучение, какие убеждения вложили в вас. И вот это ваши умения влияют не только на развитие ребёнка, но и на то, какое место вы в дальнейшем можете занять. Но я всё-таки говорю, что развитие человека не ограничено детством. Да, многое можно упустить в детстве. Знания, навыки – всё равно человек приобретает всю жизнь. Если, конечно, он старается, а не ждёт по картам Таро, какая ему судьба уготована. И если человек ограничен в своих довольствиях, вот, ну, какашка-какашка плывёт, куда прибьёт. Поэтому вы вступайте в этот марафон. Марафон, если вы готовы к изменениям. И в этом марафоне мы найдём и место в жизни. Определим вот тот сценарий жизни, который вас удовлетворяет. И в данном случае я хочу немножечко покритиковать тех психологов, которые говорят – порвите зону комфорта! Вырвитесь из неё! Насрите и наплюйте! Коммунисты какие-то, большевики даже! Весь мир разрушен. А что вы построите? Нет. Если вас не удовлетворяет эта территория, которую вы освоили на данный момент, вы оставьте в себе те навыки, те вещи, которые вас удовлетворяют, и попытайтесь расширить, расширить эту территорию. Да, она может ограничивать ваше развитие и не позволяет реализоваться. Вы вырветесь из этой территории. Я в 13 лет вырвался из своей ограниченной территории. Те друзья, с которыми закончил я семилетку в подмосковной деревне, давно спились. Кому ноги поотрезали от нездорового образа жизни? Кто как это? А я закончил МГУ, кандидат науку, писатель. Да вам он вещаю! И мне уже 71. И я ещё территорию осваиваю, вы же видели. Поэтому нужно расширять свою территорию. А для того, чтобы расширять свою территорию, нужно знать карты реальности. И вот поэтому вам необходимо понять свои карты территории, чтобы потом расширить и карты стаи, чтобы потом знать, с кем общаться, и занять достойное место в иерархии этой вашей стаи. Так что, друзья мои, подписывайтесь на канал, смотрите мои марафоны. Я вам там просто практические советы даю, навыки и какие-то техники, которые вы можете приобрести и испытывать на себе. Но самое главное, помните, смысл жизни в получении радости от преодолений. Радости, с каким я вот таким некоторым пафосом сказал. А преодоление с такой активной позицией, действительным. Только через преодоление мы получаем радость реализации. Так что, друзья мои, вперёд и с песнями. Дорога возникает под ногами идущего. А мы идём. А мы идём. А мы идём.